МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город, как и весь мир в целом, впервые оказался в ситуации борьбы с распространением коронавируса. Администрация Чебоксар экстренно принимала все меры для того, чтобы обезопасить горожан. По поручению председателя городского оперативного штаба, главы администрации столицы Чувашии Алексея Ладогова, были созданы мобильные бригады, которые проверяют граждан, приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Выезжаем для вручения нашим гражданам, которые должны соблюдать режим самоизоляции, в восстановлении главного санитарного врача Российской Федерации номер 7. Мобильные группы организованы в каждом районе города. С утра до вечера они ходят по домам с проверкой самоизолированных и тех, кому дома не сидится. Бывает, что сложно. Люди прописаны, но не проживают по месту прописки. Приходится находить их другие адреса, место жительства. Мы им вручаем постановление, в котором прописано, что житель должен находиться на самоизоляции 14 дней. То есть ни с кем не общаться, а находиться дома. Если же ему станет плохо, он станет самоизолироваться. Если же ему станет плохо, он должен позвонить, вызвать медиков, не приходя в больницу. И медики ему оказывают уже первую помощь. В нашу мобильную группу входит сотрудник полиции, медработник, работник центра гигиены и представитель администрации. Все местные жители в режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, который действует на территории Чувашии, не должны покидать места проживания без уважительной причины. Выйти можно на работу, только со справкой в ближайший магазин, аптеку, навестить пожилых, либо людей, нуждающихся в уходе и выгулить собаку, не дальше 100 метров от дома. Все остальные действия под запретом. За нарушение правил грозит административная ответственность. Памятки с обращением к чубаксарцам за подписью главы администрации города развешаны практически на всех подъездах домов, на магазинах и остановках. Алексей Ладыков напоминает, ограничение контактов – это не только защита собственного здоровья, но и забота о близких людях. Но не всех горожан это останавливает. Некоторые продолжают гулять, как ни в чем не бывало, подвергая опасности себя и окружающих. Поймите, пожалуйста, это уже не рекомендация, это уже требование. Если у вас нет права выходить на улицу, то вы обязаны сидеть дома. А если вы нарушите это требование, то уже там идет штраф от 1 тысяч до 30 тысяч рублей, понимаете? Я понимаю. Но вы сегодня нарушили этот режим, поэтому мы вынуждены составить протокол и зафиксировать этот факт. Ну, первый раз предупреждение. Предупреждение мы не можем дать, только суд, решение суда. Такие рейды будут продолжаться. Указом главы Чувашской республики номер 98 от 7 апреля 2020 года на территории Чувашской республики режим самоизоляции уже теперь не рекомендован, а обязателен. При повторном нарушении режима самоизоляции эти штрафы увеличиваются в два раза. Мобильные группы не только мониторят горожан на самоизоляции, но и помогают в доставке необходимых продуктов, медицинских и других товаров первой необходимости. Для этого к ним присоединяются общественники, депутаты, волонтеры, представители ТОСа и других общественных объединений, руководители управляющих компаний, ТСЖ, социальных учреждений. В Чебоксарах открылось больше 20 добровольческих центров. Около 50 волонтеров доставляют продукты и лекарства горожанам старше 60 лет и находящимся на самоизоляции. Ряд предприятий начали оказывать безвозмездную помощь местным жителям. Они предоставляют свою продукцию, чтобы раздавать пожилым. Среди них хлеб-завод номер один, тепличный комплекс «Новочебоксарский», готов отгружать в месяц до 20 тонн витаминной продукции. Со своими предложениями вышли и другие ведущие предприятия отрасли. Во время самоизоляции цель волонтеров – поддержать пожилых людей, чтобы они не выходили лишний раз из дома, берегли себя. Наша страна только подходит к пику распространения коронавирусной инфекции. Поэтому именно сейчас нужно оставаться дома, особенно людям старшего поколения. Проезд в троллейбусах в Чебоксарах для волонтеров сделали бесплатным по поручению Алексея Латыкова. К тому же одна из компаний отдала на временное пользование волонтерским центром Чебоксар 4 легковых автомобиля. Каждый чебоксарец старше 18 лет может присоединиться к добровольческому движению «Мы вместе», а горожане старше 60-ти попросить о помощи по горячей линии 8 800 201 32 60 или 26 11 11. Улицы Чебоксар – троллейбусы и автобусы на городских маршрутах. Остановки и подъезды в многоквартирных домах стали дезинфицировать в усиленном режиме. Но в общественном транспорте появляться лучше в маске, в резиновых перчатках и соблюдать дистанцию в полтора метра. Весь подвижной состав троллейбусов ежедневно обрабатывают трехпроцентным раствором хлорной извести. Сначала из опрыскивателя, затем протираются перегородки, стекла, поручни, пол. Подобная дезинфекция производится дважды перед выходом машины в рейсе в течение дня, во время заезда на техническое обслуживание. На один троллейбус уходит около трех литров раствора. Так было и до пандемии коронавируса. Но раньше обрабатывали мыльным раствором. Сразу после дезинфекции троллейбус на линию не выпускают. Сначала он проветривается. Кондукторам, которые находятся в постоянном контакте с пассажирами, рекомендовали чаще мыть руки во время заезда в депо. В помещениях, где они сдают выручку, проводят влажную уборку. Теперь с хлорсодержащим раствором установили обеззараживающее оборудование. Подъезды многоквартирных домов в Чебоксарах тоже обрабатывают хлорсодержащими средствами. Один раз в день мы обрабатываем. Обрабатываем хлоркой, разведенной водой. Обрабатываем поверхности, все, которые касаются руки. Это домофоны, ручки, ручки дверей, сами двери, почтовые ящики. Опрыскиваем, потом через 15 минут протираем перила. Также моем лестничные площадки со второго этажа каждый день хлоркой обработанной. Ежедневно специалистами отдела ЖКХ и совместно с муниципальным контролем проводятся проверки на предмет должной дезинфекции подъездов жилых домов. Большая уборка пришла и на центральные улицы города. Остановки, лестничные сходы, подземные переходы, дороги и тротуары дезинфицируют специальной техникой и вручную работники предприятия Дорекс. В местах пребывания максимального людей мы начали работать именно там. Центральные улицы – это железнодорожный вокзал, больничные комплексы в целом и центральные пешеходные части. Работу проводим в круглосуточном порядке. Ночью работают две полевой мойки максимально по нашим улицам. Днем также работают наши песттехники. Мы работаем, получается, гипохлорид натрия. В принципе, мы это отработали согласно ГОСТа, с водоканалом проработали, с лабораторией в целом. Это допускается, и на сегодняшний день мы возим полностью данный состав с водоканала. Отдельная бригада работает у нас по останочным павильонам полностью. Отдельная бригада, получается, работает по подземным переходам. И отдельная бригада, получается, работает по тротуарной части и нашим центральным улицам. Целиком мы проводим всю комплексную работу по нашим улицам города. На помощь предприятию в борьбе с распространением вируса пришли частные компании. Они проводят аэрозольную дезинфекцию при помощи моторизированных опрыскивателей и генераторов. Аэрозоли тумана считаются более эффективным способом дезинфекции, чем протирание. Все мероприятия по обеззараживанию улично-дорожной сети Чебоксар проводятся ежедневно в круглосуточном режиме. Такие повышенные меры безопасности сохранятся до улучшения эпидемиологической ситуации. Пандемия внесла изменения во все сферы жизни горожан. Впервые так масштабно пришлось перейти на дистанционное обучение школьников. Наверное, поначалу педагогам, родителям и ученикам было немного страшновато. Но решение находят для каждого случая. Это кадры, снятые еще 18 марта. Учебный процесс в школах в полном разгаре. Но уже приняты профилактические меры по борьбе с распространением коронавируса в образовательных учреждениях. На входе ученики проходят утренний фильтр. Уборщицы тщательно моют пол несколько раз в день дезинфицирующими средствами. Протирают поручни хлорсодержащим раствором. А это уже 6 апреля. Учеба после двухнедельных каникул началась. А школьные классы и коридоры пустые. И в образовательных учреждениях так непривычно тихо. За пару недель изменилось многое. Началось дистанционное обучение. Теперь встречи с одноклассниками и учителями только в скайпе и зуме. Но так сейчас нужно. Так безопаснее. Расписание тоже изменилось. Уроки за компьютером по 30 минут. Педагоги выбрали подходящие платформы. Задействовали мессенджеры и различные приложения. Все задания для детей выкладываются в сетевом городе. Доступ имеют в сетевой город все родители, дети и педагоги. Также учителя в сетевом городе выкладывают ссылки на те или иные платформы. А сейчас мы используем в своей работе платформу Российская электронная школа, Московская электронная школа, УЧИРО, Я-класс, Яндекс.Лицей, Я-лицей и другие платформы, которые популярны. И уже до этого пользовались наши дети и педагоги. Дети выполняют задания. Эти задания высылаются педагогам. И, конечно же, за выполненные уроки, выполненные задания дети будут так же, как в обычном образовательном процессе, получать оценки. Эти оценки тоже будут выставляться в сетевом городе. Если у кого-то из учеников нет доступа к интернету, задания они или их родители получают по телефону. Выполненные работы один раз в неделю взрослые оставляют в школе на вахте. Родители детей-льготников тоже приходят в школу раз в неделю. Они получают там продуктовые наборы во время дистанционного обучения. Хотелось бы выразить благодарность за то, что нас не забывают даже в такое вот время. В этом наборе находятся очень необходимые продукты, такие как макароны, сахар, рис, масло подсолнечное и сладости для деток. Это получается для одного ребенка. У меня двое, да. На второго я еще не получила, а на дочку уже получила. Очень хороший набор и очень рады. Наборы отличаются в зависимости от категории льготников. Всего из городского бюджета на эти цели предусмотрено еженедельно более миллиона рублей. В такой жизненной ситуации у нас находится около пяти тысяч детей по городу Чебоксары. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей. И для того, чтобы их права были защищены и они были наделены продуктовыми наборами, еженедельно, посреди мы будем выделять продуктовые наборы. Пандемия объединила организации из различных сфер. Желающих помочь нуждающимся становится все больше. Самыми уязвимыми в борьбе с коронавирусом оказались медики. Рискуя своим здоровьем, они каждый день идут на работу, лечить больных. Несколько предприятий города нашли способ поддержать медиков. Они привозят врачам горячую еду. Работники скорой помощи стоят на рубеже по локализации дальнейшего на распространение коронавирусной инфекции. Нам любая помощь важна. В частности, мы рады тому, что наше руководство и бизнес могли найти понимание и содействие. Рады наше сотрудники тому, что организовали доставку горячего питания через электротехнический кластер «Чувашии», «Лафтбар», «Архив». Качеством пищи мы довольны. Это не только мои слова подтвердить могут все сотрудники наши. Пища вполне добротная. Хотел бы добавить еще, что это важно не только для организации горячего питания, также для, так скажем, нераспространения инфекций. То есть нам, работаем в скорой медицинской помощи, которая работает по 12-24 часа, нет необходимости с собой возить еду. Мы очень этому довольны. Еда калорийная, то есть и витаминизированные. Там не просто набор супов и каш. Она заранее продумана, именно направлена на то, чтобы иммунитет наш у работников не пострадал. Так как, сами знаете, коронавирус-инфекция такая вещь, что в первую очередь берет свои лапы людей с ослабленным иммунитетом. То есть полноценное питание должно быть по-любому. Сейчас никому не легко. Не тем, кто принимает решения, не тем, кто находится на самоизоляции, не тем, кто каждый день ходит на работу. Но только совместными усилиями мы сможем завершить эту борьбу с наименьшими потерями. А все то, чему мы научились за время пандемии, обязательно пригодится нам как опыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова